Профессия макетчика одна из самых сложных в театре, и она никакого отношения не имеет к обычному образованию, потому что ей почти невозможно научиться. Интересно то, что у Михаила Гавриловича было актерское образование, и он у Карагодского учился, и там был курс, на котором были замечательные артисты, которые потом стали очень известными. Совершенно непонятно, как человек с таким образованием актерским, а говорят, он был хорошим, замечательным артистом, он поработать успел в Тбилиси, в Театре Грибоедова, и многие его видели на сцене и помнят его. Только, наверное, благодаря тому, что он встретился с Кочергиным, с Эдуардом Степановичем, и они начали вместе работать и придумывать какие-то вещи, возникла вот такая удивительная работа, которая длилась на протяжении многих десятилетий. Обычно все зрители, там, которые ходят по фойе, они обращают внимание вот на такие маленькие предметы. Они очень красивые, изящные. Еще очень часто говорят, какие стульчики замечательные, какие детали замечательные, какие люстры прекрасные. Это все очень важно, но это мелочи. А вот научиться делать макеты огромные, работающие, действующие, чтобы там можно было ставить свет, чтобы там все жило передвигалось, опускалось, поднималось — это безумно сложно. И, конечно, в это надо было вложить не только мастерство. Мы же говорим не просто про человека, который был хороший ремесленник, а он был художник настоящий. Лучшие режиссеры, лучшие художники нашего города всегда работали с ним и считали это за честь. И это было для всех счастье — работать с Мишей.